Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я нашел для себя идеальную машину, чтобы быть с яйцами. Но я имею ввиду получать победы для корзинки чудес. Я лично вчера отыграл на Декермаксе 30 боев, из них 24 победы. Одно поражение было связано с тем, что наш КВ-2 уснул на респе в процессе боя, ну и понятное дело, что оставшийся соперник его просто приехал и разобрал. При этом я в этом бою сделал 3 фрага и накосил в районе 2000 урона. Короче говоря, было прикольно, было интересно, даже если это был проигрыш. Что собой Декермакс представляет? По орудию это практически божественная пушка. Углы склонения вниз минус 15, позволяют отыгрывать от любых неровностей крайне комфортно. 310 единиц урона, это просто обалденно для 6 левела, да, пускай перезарядка 8,5 секунд с учетом установленного оборудования и амуниции, но, ребят, пушка делает свое дело благодаря времени сведения меньше 3 секунд и разбросу в 0.321. Крайне, крайне комфортное орудие для игры на своем уровне. Бронепробитие в 180 единиц больше, чем достаточно. Если вдруг недостаточно, подкалиберные очень хорошо помогают, позволяют разбирать вполне спокойно семерки, против которого ты можешь периодически выехать в бою, но это бывает не так уж и часто. И подкалиберные при этом всем дают 260 единиц урона, что все равно остается хорошей альфой для 6 левела. Справедливости ради стоит заметить, что Декермакс это, безусловно, не имба по броням. Здесь есть самые крепкие места, это передний бронелист и вот эта вот передняя часть рубки в 50 мм, что то, что другое. Все остальное здесь гораздо меньше по бронированию, но от него довольно часто бывают рандомные рикошеты. В частности, вот здесь вот от щек рубки, ну и по, допустим, бортам, если там плюс-минус повезло правильно повернуться. Это основное, что хотелось бы сказать про танк, стоя в ангаре, остальное сейчас попробуем заценить непосредственно в самом бою. Как я уже сказал, Декермакс на сегодняшний день для меня является одним из идеальных, ну, танков, не танков, одной из идеальных машин. Просто ПТшки танками не являются. Именно для режима столкновения. Мне безумно нравится играть именно на нем. Ты довольно-таки неплохо передвигаешься по карте, у тебя плюс-минус нормальная подвижность. Что касается поворотливости машины, маневренности при поворотах вправо-влево, тебе нормально дается это, если ты идешь на какой-то там нормальной крейсерской скорости. Безусловно, когда ты там стоишь на месте, то разворот немножечко вяленький. При этом всем, ребят, стоит отметить, что Декермакса все равно не так уж и легко закрутить. И неоднократно были такие игровые ситуации, в которых средние танки, ну, и порой легкие танки, хотя реже, пытались меня закрутить, но у них это не получалось. Главное, чтобы они не заехали к вам в борт и не начали танцевать прям совсем рядом с вами. Ну что, сейчас попробуем подъехать, немножко поработать на ближних расстояниях. Стоит отметить, что орудие очень классно именно по времени сведения и по разбросу. И тебе действительно не приходится долго сводиться в товарища. Вот это что сейчас? Блин, как мне не повезло. Я сейчас мог реально ему забросить, но не попал. Так, АТ-8 меня целит, мне это не очень нравится. Понятное дело, что АТ-8 бодрее, чем я, но... Сейчас попробуем с этим что-то сделать. Заехал я немножко в глухой угол. При этом всем сдаваться еще рано. Так, давай. Отправляется Зевака в ангар. Сейчас попробуем закинуть АТ-8, если успеем. А я думаю, что мы успеем. Точностью орудие просто классное. Как вы видите, снаряд летит бодро, четко туда, куда ты его отправляешь. Он практически никогда не косит. И этим пушка, ну, просто огромное удовольствие приносит во время боя. Ты действительно практически всегда уверен в том, что попадешь туда, куда ты целишься. Время сведения, как я уже говорил, просто шикарное. Ну и вот, как вы видите, осталось двое соперников. При этом нас осталось пятеро. Я больше чем уверен, что это просто-таки шикарная заявка на успех. Я сделал уже три фрага, практически ничего не делая, разговаривая при этом с вами и рассказывая про машину. Стоит ли еще чего-то желать от этой машины? Я думаю, что нет. Единственное, что я не смог показать склонение орудия, насколько оно бодрое и классное. Но сейчас попытаюсь это сделать на вот этой горке, если могильщика не успеют вынести. Вот угол склонения. Я остановлюсь и практически как бы я не остановился, орудие опускается на горизонт просто четенько. Едь в ангар, товарищ. Давай мне четвертый фраг из пяти возможных. И давайте теперь будем смотреть на результаты. Кто-то скажет, что бой зарешала команда. Я с этим отчасти спорить не буду. По одной простой причине, потому что команда действительно отыграла очень классно. Ну и команда соперников не сильно хорошо отыграла. Один вообще решил покончить жизнь самоубийством. Но так или иначе, 1550 единиц нанесенного урона за короткий бой меньше трех минут. При этом всем я получаю свой заслуженный фарм серебром. Да, с учетом установленного прем-аккаунта. Но так или иначе, я кредитами получил 50 тысяч чистоганом. Ну, короче говоря, просто балдеж. Почему говорю чистоганом? Потому что это без учета каких-то там бустеров и дополнительных ништяков, которые поднимают количество кредитов. Да, суммарно чистыми я вывез меньше. 38 тысяч. Это за минусом пополнения снаряжения и амуниции. Но, по-моему, за такой короткий бой практически 40 тысяч серебром, по-моему, очень даже классно. Понятное дело, что получаю дополнительное заслуженное яйцо. И давайте посмотрим на результат по команде. Я занял второе место практически ничего не делая. В основном, я так и отыгрывал вот эти вот 24 победы, о которых я говорил, в районе от 1500 урона и заканчивая 2300 или 2400. Я накидывал на Деккер Максе за бой, делая постоянно практически в каждом победном бою по 2-3 фрага. Ну, а в данном случае вообще сделал 4. Да, пускай несколько недобитков, но факт остается фактом, стволы минусовал. Вот такой вот он Деккер Макс в режиме столкновения. И поверьте мне, если у вас есть данная машина, и вы хотите как можно быстрее накосить себе максимум количество побед, для того, чтобы забрать максимальное количество корзинок, ребят, Деккер Макс это реально самый лучший выбор. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, огромного количества побед, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok